Ола, амигос, на связи Матвей. И сегодня будет достаточно необычное видео для моего канала. Я хочу вам рассказать и показать, как же я играю в Fortnite на обычном андроиде. На первый взгляд вам может показаться, что необычного тут ничего нет. Просто берешь телефон и играешь. Ну нет, я в буквальном смысле хочу вам поподробнее рассказать, как я играю в Fortnite на своем телефоне, плюс-минус профессионально, как мне удобнее всего играть, при каких условиях, с какими трудностями я сталкиваюсь, ну а также поделюсь своим опытом игры и дам вам пару дельных советов, если вы тоже хотите начать профессионально играть на своем мобильном девайсе. Ролик лайв-формата, грубо говоря, обзор, но только на мою игру Fortnite Mobile, просто если я это видео не запишу, на ютубе его больше никто так и не запишет. Думаю, это видео будет интересно всем игрокам в Fortnite, как и мобильным игрокам, которым будет полезно узнать о опыте игры другого мобильного игрока, так и игрокам на ПК и консоли, дабы узнать, как играют в их игру на мобильной платформе. А перед тем, как мы начнем, хочу обратиться именно к тебе, мой дорогой зритель. Если ты впервые на моем канале, если ты так же, как и я, играешь в Fortnite на телефоне, то обязательно оформь подписку. Тут ты сможешь найти единственный и лучший контент по Fortnite Mobile во всем СНГ. Ну а если ты уже подписался, то не стоит забывать, что наилучшая поддержка меня, это мой тег-автормотивкар в твоем же дневном магазине Fortnite. Смело води, покупай исключительно с ним. Также ты можешь делать скрины своих покупок с моим тегом и добавлять их в специальный альбом нашей группы канала ВКонтакте, ну или специальный канал в нашем Дискорд-сервере. Ссылочку на это все ты найдешь в описании, потому что таким образом ты сможешь попасть в ролик, как и следующие ребята, в конце видео. Также теперь я читаю именно трех пользователей, которые первые оставили комментарии под последним видео. На этот раз огромное спасибо Хасбину, Сейдану и Катяре. Очень рад, что смотрите мои видео первыми. Надеюсь, вы меня поняли и давайте я вам наконец-таки расскажу, как я профессионально играю в Fortnite на своем обычном андроиде. Хотел бы начать с того, что в этом видео я не собираюсь рассказывать, с какими настройками я играю, на каком телефоне и сколько пальцев я использую для игры. Потому что это все я уже рассказывал в своих других видео на канале. Кому интересно, в конце этого ролика я прикреплю ссылку на каждое из них. Что ж, давайте начнем. Почему я играю в Fortnite именно на телефоне? Ну, во-первых, потому что так сложилось чисто исторически. Когда я только начал играть в эту игру, меня часто забирали приставку, поэтому единственное, что мне оставалось, так это играть на телефоне. Да, но ведь сейчас у меня такой проблемы нет, плюс к этому у меня появился нормальный компьютер. Почему я до сих пор играю в Fortnite на телефоне? Потому что, во-первых, мне лень учиться нормально играть в Fortnite на компьютере, потому что это займет много времени. Во-вторых, я и так хорошо играю в Fortnite на своем андроиде. Смысл мне учиться играть на ПК? Ну и в-третьих, я делаю на этом контент, и это просто будет неуважительно по отношению к мобильному сообществу Fortnite. Ну и четвертая причина заключается в том, что если я буду играть в Fortnite на компьютере, то поиграть в эту игру я смогу только находясь дома. А так, я играю на телефоне, где бы я ни находился, игра будет всегда со мной. Это удобно. Например, если я знаю, что мне надо записывать какое-то видео, или играть в какой-то турнир, и я при этом куда-то уезжаю, я не беспокоюсь, ведь я знаю, что я это буду делать на своем телефоне. Плюс к этому, почему бы и нет, мой телефон имеет великолепную оптимизацию, у меня есть официальный 60 FPS в Fortnite, и у меня не возникает никаких проблем с лагами и фрезами. Также я играю не на основном телефоне, да, для жизни, в основном я использую свой iPhone, а Honor 20U я использую исключительно для игры в Fortnite. Грубо говоря, этот телефон можно считать моим основным игровым девайсом. Когда я играю в Fortnite? Есть ли у меня какое-то точное расписание моей игры? Так как у меня телефон, то чаще всего я играю, когда я нахожусь не у себя дома. Да, потому что дома я обычно занят то уроками, то съемкой видео. Дома я позволяю себе играть в Fortnite только на выходных, потому что тогда у меня появляется время. Как я вообще играю в Fortnite на телефоне? В каком положении и при каких условиях? Раньше я играл в Fortnite на телефоне лёжа, но сейчас исключительно в сидячем положении. Наверное, это потому, что чаще всего я играл в Fortnite не у себя дома, и мне приходилось просто где-то сидеть. Вот я и привык так играть. Я никогда не играю на зарядке, да и вообще с любой проводной гарнитурой, потому что в таком случае мне просто неудобно играть. Обычно я просто подключаю AirPods к своему телефону и спокойно играю в Fortnite в беспроводных наушниках. А так, 100% заряда на моём телефоне спокойно хватает чуть более, чем на 6 часов игры. Поэтому перед любыми турнирами я никогда не волнуюсь, просто заряжаю полностью свой телефон и спокойно играю. Некоторые играют в Fortnite Mobile за столом, просто положив их мобильный девайс на стол. Я же во время игры всегда полностью держу свой телефон в руках. Так как я играю на телефоне, а не на планшете, я не вижу никакой надобности ставить его на стол. Ведь я спокойно без всякого напряга могу держать у себя его в руках, даже учитывая то, что я играю в 6 пальцев. Кстати, я считаю, что играть в Fortnite Mobile в 6 пальцев лучший вариант, потому что в таком случае ты можешь равномерно и удобно распределить каждую функцию в игре на свой палец. Таким образом, ты можешь играть очень эффективно, практически на уровне ПК игроков и совсем не напрягаться. Да, может я со своим управлением в 6 пальцев не играю как ПК игрок, но это только потому, что на игру я уделяю крайне мало времени. А так, управление в 6 пальцев в Fortnite Mobile имеет очень большой потенциал, и если уделять много времени на игру, тренироваться и тому подобное, то можно спокойно играть в мультиплатформенные кэшкапы. Также это очень сильно зависит от размеров экрана твоего девайса. Чем он больше, тем легче тебе будет играть в Fortnite Mobile с управлением в 6 пальцев. Какие проблемы меня преследуют чаще всего во время игры в Fortnite на телефоне? Думаю, на данный момент моя самая главная проблема в Fortnite Mobile, так это то, что во время ответственной игры у меня начинают потеть пальцы. Соответственно, мой экран на телефоне становится сырым. А это очень сильно портит мою игру, я думаю, вы все прекрасно знаете, что становится с экраном телефона, когда на него попадает влага. Сенсор начинает немного подлагивать, да и водить пальцем по экрану становится сложно. Из-за этой проблемы, думаю, в ближайшем времени буду покупать себе специальные перчатки для мобильного гейминга, потому что по-другому никак. Кстати, обязательно сделаю на них обзор на свой канал. Ну а также есть еще одна проблема, которую вы можете заметить прямо сейчас у себя на экране. Когда я хватаю телефон в руки, то моя часть руки случайно нажимает на край экрана моего телефона. Это создает так называемые фантомные нажатия, что очень сильно мешает игре. Иногда это доходит до таких крайностей. Опять же, эту проблему можно решить покупкой чехла. Я обязательно этим скорым времени займусь. Нагревается ли твой девайс во время игры? Если да, то сильно ли это тебе мешает играть? Да, иногда мой девайс нагревается, и это мне очень сильно мешает играть, как минимум из-за того, что телефон становится горячим, и его невозможно держать в руках. Во-вторых, да, FPS тоже из-за этого проседает, иногда даже до 30, и так невозможно играть. Благо, нагревается мой телефон до такого критического состояния крайне редко. И если такое все же случается, то я делаю перерыв в своей игре, выключая телефон и ставлю его на зарядку. После этого, как правило, все становится снова хорошо. Часто ли на моем телефоне в игре проседает FPS, особенно во время лейт-игры? Нет, как я прежде говорил, у меня великолепная оптимизация игры на телефоне, и в Фортнайте у меня есть официальный 60 FPS. Да, во время лейт-игры у меня проседает FPS, но это случается крайне редко, и даже если это случается, то у меня FPS становится не менее 45. Более-менее играбельно. Считаю ли я себя самым лучшим игроком в Фортнайт Мобайл во всем СНГ? На данный момент, честно говоря, нет. Да, я определенно являюсь одним из лучших игроков, но не самым крутым. Это место заняли уже давно другие игроки. Может, раньше я более претендовал на это место, потому что не было такой большой конкуренции. А так, я начал популяризировать Фортнайт на Android, тем самым завлек в игру много новых игроков. Также рассказывал игрокам, как профессионально играть в Фортнайт Мобайл, и давал мотивацию. Таким образом, мои подписчики, которых я с легкостью обыгрывал в августе 2020 года, в начале 2021 года обыгрывают уже меня. Без сомнений, однозначно, да, я являюсь самым популярным игроком в Фортнайт Мобайл во всем СНГ, но не лучшим. Кого же я могу назвать лучшим игроком в Фортнайт Мобайл во всем СНГ? Честно говоря, никого, потому что по Фортнайт Мобайл на Android никто никаких видео, не говорю даже про видео хайлайтиков, никто не может нормальных записать, поэтому я не знаю, кто является самым лучшим игроком в Фортнайт Мобайл на Android. Да, есть пару человек, есть несколько претендентов на это место, но однозначно я сказать пока что не могу. Расскажи про свой опыт игры в Фортнайт Мобайл и какие советы ты нам можешь дать? Да, я играю в Фортнайт Мобайл уже более двух лет, об этом даже есть специальное видео на моем канале, оно интересно, рекомендую посмотреть. Но думаю, в Фортнайт Мобайл не так важен опыт, как сама игра. Ведь да, несмотря на то, что я в Фортнайт Мобайл играю достаточно давно, это не делает меня лучшим игроком этой игры. Профессионально научиться играть в мобильный Фортнайт можно, ну, от силы за три месяца. Здесь важно, насколько часто ты меняешь свой макет интерфейса, то есть управление. Никогда не бойтесь пробовать что-то новое и экспериментировать с управлением в мобильном Фортнайте. Меняйте его, пока не почувствуете, что вот всё, это максимум, это самое лучшее управление в мобильном Фортнайте. Да, ведь вы можете изменить управление в мобильном Фортнайте, но скилл от этого ваш будет расти не всегда. У каждого управления в мобильном Фортнайте есть свой предел. В каких-то управлениях этот предел достигается очень легко, в каких-то очень сложно. Так что вам нужно всегда экспериментировать и менять свой макет интерфейса, ведь по-другому ваша игра будет стоять на месте. Таким образом, я очень долгое время играл в Фортнайт Мобайл с управлением в четыре пальца и думал, что блин, вот это предел, вот это я понимаю скилл в Фортнайт Мобайл. Но потом я поставил управление на шесть пальцев и поначалу мой скилл очень сильно упал, но позже, где-то через неделю мой скилл начал возвращаться. Через две недели это было ещё заметнее и я уже начинал играть лучше, чем играл прежде. И вот прошёл месяц с того момента, как я начал играть в Фортнайт Мобайл в шесть пальцев и я думал, что я играю лучше всех, всё, режим бога активирован. Но тогда я ещё даже не представлял, как я буду играть два месяца спустя. А затем прошёл ещё один месяц и я вообще даже не знаю, как это комментировать. В общем, ваш скилл зависит из-за времени, проведённого в игре. Нужно много практики и тренировок. В принципе, пока что это всё, что я хотел вам сказать. Огромное спасибо лично тебе за просмотр этого видео. Если ты досмотрел этот ролик до этого момента и до сих пор не поставил лайк, обязательно сейчас же это исправь. Я старался. Также вы можете задавать мне дополнительные вопросы в комментариях и на самый интерес из них я обязательно отвечу. Ну и не забудьте поделиться своим опытом игры и рассказать, как именно вы играете в Фортнайт Мобайл. Будет интересно узнать. Ну а по традиции, с вами как всегда был Матвей. Аста луэго. Субтитры сделал DimaTorzok